здравствуйте друзья после перевода моей рабочей системы умного дома с трех серверов на два подробнее про это смотрите на моем канале у меня остался незадействованным одним разборе 5 4 он ранее выполнял роль балансировщика и общего zigbee to mqtt его задачу входило переключение между серверами автоматизации и работа с зигбе устройствами при помощи usb координатора на базе cc2652p и мне пришла в голову идея на его основе сделать испытательный полигон для тестирования поддержки устройств через официальную интеграцию home assistant которая называется zigbee home automation сокращенно за х на всякий случай сразу скажу что лично я считаю лучшим решением для этих задач zigbee to mqtt который сам и использую более того сделать аналог моей конфигурации из двух зеркальных серверов на каждом из которых по 2 zigbee to mqtt объединенных мост при помощи сиха я не представляю возможным тем не менее у за х тоже есть довольно много пользователей им будет интересно узнать о совместимости того или иного устройства с этой интеграцией для полной чистоты эксперимента система была установлена с нуля все по шагам моего видео супервайзит home assistant легкая установка на распил с 64 единственное что последнее время я не ставлю партейнер актуально на дату этого видео версия home assistant 2022.8 это легко увидеть по наличию интеграции bluetooth которая появилась именно с этой версии установлены в usb порт zigbee stick кстати для разбери 5 4 его нужно подключать через удлинитель должен определиться и предложить установку zigbee home automation но так как я подключил его немного позже то интеграцию пришлось выбирать вручную через меню поиска разницы как ставить нет интеграция запрашивает на каком порту находится стик для разбери 5 4 cc 2652p это usb 0 точно такой же как и был на zigbee to mqtt вместо одного устройства интеграция нашла почему-то два но главное что стик определился корректно вот неизвестное устройство без объектов что это такое непонятно поэтому я просто удалил его не вдаваясь в подробности она ни на что не влияло а вот эта страница координатора тут тоже нет объектов но зато есть кнопка подключения дочерних устройств давайте попробуем парочку подключить после нажатия на кнопку запускается поиск zigbee устройств со стороны сервера для подключения нужно устройство переключить режим сопряжения обычно это достигается удержанием кнопки на корпусе или при помощи скрепки причем не обязательно подключать по одному устройству можно сразу несколько сначала проходит опрос затем она подключается в систему при разворачивании новой zigbee сети или подключение нескольких устройств начинать надо с роутеров тех что имеют стационарное питание от сети розетки реле лампочки диммеры в окошке интеграции zha будет показано количество подключенных устройств но одно из них координатор и общее число объектов ассоциированных с этими устройствами подключил я две розетки первого из экосистемы tuya с энергомониторингом название объектов почему-то без пробелов с первого взгляда даже кажется что они на немецком все основные параметры управления реле розетки данные по энергомониторингу тут есть вторая розетка акара накладная в евро формате круглая тут к слову меньше параметров чем zigbee mqtt но главное мощности энергия есть собственно говоря сравнение уровня поддержки устройств и есть главная задача этого сервера справа от кнопки добавления новых устройств есть выпадающее меню дающее доступ к дополнительным параметрам и функциям частности карте zigbee сети которая выглядит так мое личное мнение столько информации об устройствах на карте отображать не надо это делает ее громоздкой сразу после подключения данных о уровне связи еще нет для примера так выглядит карта zigbee to mqtt она лучше подходит для отображения достаточно большого числа устройств в меню устройств вместо кнопки добавления перенастройка но если это роутер то выпадающий меню будет пункт подключения дочерних устройств насколько я понимаю в этом случае подключение должно происходить прямо на этот роутер подключу конечное устройство это датчик вибрации окара тут питание от батарейки поэтому большую часть времени датчик находится в состоянии сна и конечно не может использоваться для передачи данных от и к другим участникам сети тут нашелся датчик вибрации сенсор уровня заряда он обновится через некоторое время ноль после подключения это нормально температура устройства и кнопка идентификации кнопка которая появилась после обновления 2022 2 вызывает мерцание диода на устройстве что помогает его найти среди одинаковых на розетке окара работает в левом столбце в раскрывающемся меню есть подробная информация об устройстве а справа столбце истории видно что кроме изменения состояния датчика вибрации тут еще есть ряд различных событий через некоторое время на карте обновились связи в данном случае с розетками роутерами еще раз скажу что на мой взгляд карта тут неудобно еще чуть позже появилась связи с конечным устройством правда я ожидал что она пройдет через розетку так как подключал я датчик на роутер тут же всем заведует координатор лично мое мнение осталось неизменным для меня безусловный лидер zigbee to mqtt тем не менее я знаю что довольно много моих подписчиков работают с х поэтому имея возможность развернуть дополнительный полигон для тестов я решил это сделать и теперь дальнейших обзорах устройств планирую проверять совместимость из этой интеграции на этом все надеюсь видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки если вы еще не подписались на мой канал можно сделать это прямо сейчас если вам нравятся мои видео поддержите мой канал ставь его спонсором кроме этого есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи ссылку вы найдете в описании также веду и telegram канал котором публикую полезную информацию опросы и ссылки на устройство умного дома буду рад если вы присоединитесь к нему в описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства показанные в обзоре на интересные ресурсы а также на те видео которые либо упоминаются либо пересекаются с темой этого до новых встреч всем мира и и и Продолжение следует...